Я приветствую всех, спасибо, что собрались. По какому поводу мы попросили сегодня привести вот такое расширенное совещание с руководителем? Мы участвуем в одном из проектов по миграции и сотрудничеству с нашими мигрантами, в рамках которого планируется закупить технику, как конкретно грейдер для нашего сада. И непосредственно с работой по проекту у нас занимается Алена Скипанна. Поэтому я ей предоставлю слово, она подробнейшим образом расскажет, задачи, какие ставятся перед нами, как этот проект будет реализован. Потом мы с вами посоветуемся, подумаем, чем мы можем каждый из нас, как руководители, какую лепту внести для того, чтобы успешно реализовать данный проект. Алена Скипанна, пожалуйста. Наше село участвует в программе миграции и местной развитии с проектом «Хорошие дороги» для села Торчак. То есть в рамках данного проекта планируется закупка грейдера для села. Бюджет данного проекта составляет 52 350 долларов. Условием данного проекта является контрибуция сообщества, то есть жителей села. Данная контрибуция составляет 8 605 долларов. 15 000 из 52 350 долларов. Сумма 15 000 долларов будет выделена швейцарским правительством в рамках данного проекта. 15 705 долларов будет выделяться региональной властью. 13 040 долларов – местной властью. Условием данного проекта является контрибуция сообщества, то есть людей, которые проживают на территории села и выезжают за границу, и проживающие за рубежом. На прошлом заседании рабочей группы было предложено механизм сбора фондов для софинансирования данного проекта. Это онлайн, через платформу «Гуверн24». Этот сайт открыт в интернете. Там выложен текст про наши дороги, фотографии, и скоро будет выставлено видеоролик про по дорогам села Копчак. Еще одним из механизмов – наличные деньги. То есть наличку можно будет поставить в эту платформу «Гуверн24». В данном сайте можно голосовать еще через смс. Также были предложены выставить урны в торговых точках и на учреждениях. Для сбора контрибуций нам необходимо провести хорошую информационную политику. Для этого мы собираем руководителей учреждений, чтобы все руководители доносили до своих доработников, до жителей села Копчак, эту информацию. Также на прошлом заседании руководителями были предложены ряд таких мероприятий, как проведение ярмарок в учреждениях, ярмарки по продаже продуктов, сладостей, сувениров каких-то. Еще провести концерты платные. Встреча с выпускниками у нас проводится в феврале. Там давать информацию всем жителям. Также было предложено сделать объявление с фотографиями на автобусы, пассажирские автобусы, которые уезжают в Турцию, в Германию, в Россию. Чтобы они тоже информировали людей, которые непосредственно там работают, проживают, чтобы эти люди тоже были в курсе данного проекта. И как-то собирать эти средства для нашего общего дела, для нашего села. У нас спортшкола проводит мероприятия спортивные. Можно будет и информацию там тоже предоставлять всем. И руководителям тоже вопрос, как вы видите эту процедуру, как можно будет организовать людей для реализации данного проекта. У нас 29-го пятницу мы планируем, посовещались в прошлом заседании, в пятницу в Доме культуры планируем проведение мероприятия. Приедут эксперты по данной программе, будут объяснять, показывать процедуру сбора средств по этой платформе ГУВЕР-24. И планируем собирать количество жителей села. Сейчас приезжают все наши мигранты. Привлекать их тоже надо. И всех жителей, чтобы давать информацию им, как собираются эти средства. На этом мероприятии в прошлый раз садики, школы и другие тоже руководители предложили провести это мероприятие как в праздничной обстановке. Было также предложено, чтобы выступали дети с номерами или с лицея какой-то номер сделать. Вы как смотрите на это? И ваши предложения, пожалуйста. Можно я скажу обратно вопрос. У нас сцена должна быть наряжена к 30-му числу и нежелательно управлять что-нибудь 29-го числа там. Она будет занята и репетиция будет проводиться, и украшения будет вымешиваться сейчас. А в каком помещении тогда можно? Наверху, в зале, как и сочетание. Наверное, недостаточно места. А до какого числа этого можно? Проект начался, в принципе, проект уже начался. Сбор средств в рамках этого проекта начался 15 декабря. Сбор средств предусмотрен на 3 месяца. То есть мы имеем временные рамки до 15 марта. И мы, если к 15 марту соберем эту сумму, 8600 евро, значит мы получим и 15 тысяч долларов, да, или евро. 15 тысяч долларов. Доллар мы получим и грант, мы получим и контрибуцию в ремарии, и с полком попросим. Если мы не соберем, значит, в принципе, тогда это полностью срывается. Грейдер, я хочу просто напомнить, как остановились именно на Грейдере. Проводили заседания и ассоциации в выходцах нашего села. Если вы помните, кто-то в Исусском районе. Управительные ноги были 27 августа или 26 августа, по-моему, перед днем села, в Доме культуры на втором этаже. И там звучали несколько идей. Первая идея – это автобус. Вторая идея звучала. Грейдер, третья – бювет. Но именно на какие цели направить данные средства, определялась путем голосования. В том числе и в интернете. И большинство наших односельчан проголосовало за приобретение Грейдера. То есть вот почему именно остановились на Грейдере. Суть этого проекта, цель этого проекта, да, она прежде всего заключается в привлечении наших односельчан, мигрантов, к общественной жизни села. Вот самое главное условие данного проекта. То есть в данном случае мы участвуем, вообще в этом проекте участвует, по-моему, около 30 премарей совсем на удовольствие. Ну, чтобы мы понимали, у нас, по всему, мы более 900 премарей. И только 30 премарей участвуют в рамках этого проекта, в том числе и наш Камчак. То есть это первый шаг. Потом у нас, если мы успешно реализуем этот проект, потом будет второй, третий и так далее. То есть это хорошая идея, хорошая, в принципе, практика для привлечения инвестиций в наши села. Сбор средств уже в этих 30 премариях начался. И я скажу, что вот интернет-пространство, если там на сайт IT, Гувернл-24, у нас пока только 20 евро. То есть у нас меньше всех сбор, и люди, которые заходят в Гувернл-24, они мне звонят, Олег Юрьевич, у вас очень слабый сбор средств и так далее. То есть мы, в принципе, уже с 15 декабря немножко запаздываем. Получается, на полмесяца мы еще эту акцию только запустим 29 числа. Как видится 29 число? 29 число видится, чтобы мы приложили все усилия, вот такая просьба к нашим всем руководителям организовать свои коллективы. Но не только свои коллективы, но и коллективы с семьями. Сейчас приезжают многие наши родственники, друзья, дети, заработок на Новый год. Попросить, чтобы члены наших коллективов взяли с собой детей, если кто-то приехал в заработках и так далее. То есть для того, чтобы устроить достаточно большую, собрать большую группу людей. Это очень важно для того, чтобы мы прямо в зале могли объяснить. Приедут работники программы, Сильвестрич в частности, и они расскажут, и прямо там запустим механизм по сбору средств. То есть средства можно через мобильный телефон, ну просто сидишь, и можно перечислять на этот счет деньги. То есть человек находится в Германии, в Москве, неважно где, то есть он может вот таким образом перечислять деньги. Может быть, и нам надо с вами, конечно же, продумать, какие мероприятия мы можем... Сами Алена немножко эволюционно сказала об этом. Вот первое мероприятие, допустим, мы с Аленой Николаевной посоветовались, да, есть такая идея. Да, 30-го будет проводиться карнавал, дискотека. И деньги, собранные с карнавала и дискотеки, направить на, значит, реализацию данного проекта. В перспективе силами Дома культуры, допустим, будут проводиться мероприятия, мероприятия, включенные 23 февраля, 8 марта, да, еще какие-то мероприятия. Их тоже можно принять, вот такое коллективное решение, тоже направить на сбор данных средств. Но мы должны продумать, какие еще механизмы мы можем, допустим, по коллективам продумать. Ярмарки какие-то, пусть даже детки могут, там, где-то масленица, там, и так далее. Вот надо продумать, что мы могли бы еще сделать. Мы еще можем организовать показ художественных фильмов. Сейчас дети на каникулах. И, опять-таки, дискотеки. Можно дискотеки. Не только на новогоднюю. Вот это, давайте, вот, это идея, которую высказала Анна Николаевна, это, допустим, предложение, что мог бы Дом культуры. Могу ли я попросить руководителей, чтобы каждый продумал, какие идеи у каждого руководителя есть, да? И, я не знаю, какой-то срок определенный, неделя, допустим, потому что у нас уже поджимают сроки. Вот какие мероприятия могли бы провести каждое подразделение, для того, чтобы реализовать данную программу. Именно план мероприятий. Принимается такой вариант? Давайте общаться, имеется в виду, как вы скажете, давайте обмениваться мнением. Да, Михаилович? Я так затрагивал с несколькими нашими англичанами. И один из вопросов был, год назад какой-то грейдер с плакатом «Лайбузи» или что там плакат попульсировал. Комментируйте ситуацию. Это два грейдера, которые были скуплены на личные средства чадаргунского бизнесмена Юрия Николаевича Якубова. Он купил тогда два грейдера. И он имеет предприятие в чём-то другом. И эти грейдера оказывают услуги примариям, частным фирмам по благоустройству и так далее. То есть мы дважды привлекали эти грейдера для того, чтобы они где-то выполнили какой-то объём работы у нас. Но это частные грейдера. А нам нужен рекламный ролик такой? Можно к вас? Показать, что за грейдер, какой его функции. И чтобы люди видели, за что дают деньги, что нам нужен, что... Спасибо большое, Екатерин Строн. Такой ролик уже подготовлен. Я думаю, что 29-го числа, если он будет готов, подточните, пожалуйста, роду Ипану. Мы его продемонстрируем в Домной культуры в Переце. Была, значит... И по телевизору, и разместимы на сайте, и в группе Одноклассников, и Инстаграме, и везде. Мы постараемся это сделать. Походу вопрос к Новому году обычно, не знаю, в прошлом году проводился, нет. Лотерейные билеты нет такого в этом году. Лотерею подготовить не... Заранее озвучить, куда пойдут средства вырученные. Если это вам разрешается по линии Министерства финансов, может быть, вот это провести на реализацию. Очень поздно. Может быть, надо было за месяц лета начинать акцию. Тогда думать на 23 февраля или как-то там на более... Хорошая идея, давайте мы ее возьмем и изучим. Еще одно, я в прошлый раз спрашивал, реально ли собирать у населения металлолом, школьники, старшеклассники, или же, скорее всего, работники пушекка, который мусор собирает, там, через объявление по докучательству церкви, как-то, они собирают металлолом, потом сдаете целенаправленную куда-то... Я помню, что мы в детстве всегда металлолом собирали, и бакулатуру, и металлолом собирали. Почему нет? Очень как у шеи, я не знаю, если это будет одобрено. Какие еще есть? Предложения, может быть, какие-то есть? Ну, давайте мы не будем на этом сейчас тогда, вот несколько идей высказаны, я попрошу, сколько времени нужно будет руководителям, чтобы продумать вот эти все идеи, допустим, аккумулировать для своего предприятия, чтобы мы это все собрали вместе и сделали такой общий план работы? Мы сейчас накладываем, потому что организации много там, кто как согласится, там, она, значит, делается за дневную зарплату. Это уже каждый пусть принимает решение, то есть это надо в коллективах поговорить, объяснить людям, кто-то захочет, допустим. Вот Сэн Патрульевич сказал о том, что может быть, лично, провести французское собрание, однодневную зарплату, допустим, может быть, перечислить. Но это должно быть добровольно, если люди согласятся, то есть любые формы, надо просто поговорить с людьми, и если люди согласятся, почему нет? То есть здесь речь идет о том, что не обязаловка ни в коем случае добровольно. То есть есть семьи, конечно, у которых не то, что надо просить, чтобы они участвовали, а которым мы должны еще оказывать помощь, содействие, потому что тяжелая материальная ситуация. Но есть семьи, где могли бы позволить, может быть, захотели бы участвовать в этом проекте. Все равно вы даже немножко были прикинуты, зная коллективы, сколько нам, сколько тем, даже немножко в сунду. Нельзя, я не знаю, давайте думать вместе, но я думаю, что какой-то план социалистический или надо, наверное. Я думаю, как для церкви соберутся, потому что согласятся, а на него. Да, на днях назад подпишутся. Конечно, это можно. Ну, поговорите, давайте к нашему перебору. Да, один из вариантов. А сколько времени нужно, чтобы в коллективах поговорить, а поделиться? Они вам считали, что, конечно, по счастью, пройдут, может, кто-то не хочет, пожалуйста. Уважаемые руководители, Софья Ивановна предложила, чтобы провести такие, вот, Сидор Петрович сказал, провести собрания, да, профсоюзные. Если вы одабриваете эту форму, сколько времени нужно, допустим, чтобы эти протоколы нам предоставить, чтобы бухгалтерия, допустим, уже взяла его к исполнению при населении заработной платы, допустим, в январе, если вы не возражаете. То есть, будет ли достаточно времени, допустим, до 10 января, чтобы провести во всех организациях такие собрания, поговорить с людьми и так далее. Вы сможете сами это сделать? Или надо, чтобы мы, допустим, привлекли кого-то, допустим, примара, Алену Степану, чтобы пришла в коллектив, рассказала? Или все-таки вы справитесь сами? Я вам буду очень благодарен. Я вам буду очень благодарен. Нужно вашему отпущению в любом случае. Кому-то может быть, в школах нужно, в втором лицее нужно, точно. И плюс еще в каждом коллективе. Говорите про сводки. Еще раз. Перед тем, как пройдите. Говорите про сводки. Нет, нет. Вы говорите общие вещи. Что-то я не могу. Когда вы будете приходить в коллективы, и чтобы сразу этот видеофильм как-то предусмотреть, что нужно продемонстрировать коллективу. Хорошо. Тогда я вас очень попрошу. Я вас очень попрошу. Дайте, пожалуйста, информацию, когда вы планируете провести такие собрания, чтобы нахлестов не было, чтобы не было в одно и то же время нескольких подразделений, чтобы мы тоже с Аленой Степаной могли запланировать свою работу. Можно будет, допустим, это сделать до конца недели. Не будут жадные случаи. Роликами. В ролик 29-го ухода уже здесь. Значит, собрание не получится. Нет, нет. Собрание не получится. На следующий день. Да, да, да. Но вы... На десятку можно раньше. Да. Вы скажите, когда просто время назовите. Третьего, четвертого. Я буду третьего. 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 Тогда всю эту информацию о Роман Степан нас аккумулирует. Время. Там, туда, когда. И мы вот такие вот собрания провели. Спасибо огромное. Теперь непосредственно 29-го. А, Михаил? Вопрос не может. Может быть, оно не только привязано к этому крейдеру, а и на перспективу. Какой-то пивник Копчака с каким-то брендом Копчака или с флоракипом Копчака, какие-то или календарями, что то, что в Примарии продается, все и нет. Человек, который хочет иметь это, покупает у вас и дальше, там, в Москве, в Германии, в Фурции. А это у вас где-то лежит и приход каждый раз. Можно, да, тоже хорошая идея. То есть, давайте мы сейчас аккумулируем на 29-м числе. То есть, будет ли возможность у нас собрать полный зал Дома культуры все-таки? Нам надо собрать, хотя бы человек 300. У нас есть ли какое-то подразделение? Пусть я понимаю, что 100% могут не прийти. 29-го числа у кого-то елочки, у кого-то еще мероприятия какие-то, кто-то запланировал себе. Но хотя бы процентов 70 каждого коллектива, чтобы мы собрались. И не только сами члены коллектива. Но именно я акцентирую внимание. У кого-то сыновья, дети приехали, родственники, братья, сестры приехали, допустим, заработков с Германии. Сейчас гости приехали на Новый год. Чтобы обязательно их привлечь. Потому что, вы знаете, очень важно, очень важно, не только тех людей привлечь, которые живут сегодня в селе. А те, которые живут уже давно в Германии, в Москве, но они переживают, они смотрят наш сайт. Я знаю просто очень много отзывов. Смотрят в Германии особенно новости, видео, что у нас происходит в селе. И в Турции очень многие люди наши, односельчане, с удовольствием примут участие в таком проекте. Поэтому их надо обязательно постараться привлечь и им рассказать. Это увеличит возможность сбора средств. Если мы соберем не 8, а соберем, допустим, 10, то есть чем больше мы соберем средств, тем качественнее технику мы сможем приобрести. Это очень важно. А не лучше пригласить попозже. В 29-м году, если проведем собрание, потом пригласим коллективы. Это не будет дублироваться. Нет, мы собрание проведем, мы собрание расскажем о проекте. Мы расскажем о самом сборе средств. И тогда, в принципе, коллективу нам с Аленой можно не приходить, если коллективу получат максимальную информацию. Единственное, что вы уже на основании этой информации примете у себя решение насчет однодневной зарплаты. Там уже индивидуально каждый путь человека определяется для себя добровольно. А информацию мы здесь дадим за один день. Потому что нам затягивать нельзя. В 29-го которого часу? В 10 часов утра. В 11. На зарплатке у некоторых утренних... В 29-м числе очень удачный день. Это последний день. У кого-то елки, у кого-то вообще в этот день нужно сократить рабочий день. Людям перед праздником. Давайте после нового года проведем. Дело в том, что старт по сбору средств дан. И 29-го, дело в том, что планировали 28-го. А идет сбор средств в режиме онлайн. И если мы не дадим старт этому сейчас, мы еще больше будем... А эта ситуация, она лавинообразная. Вот вы увидите сами, когда вы зайдете просто в интернет «Гуверн-24МД». И там каждый человечек, который внес свою лепту, там видно. Иванов, Сидоров и так далее. И вы увидите, что мы сегодня собрали 0,001% А все остальные премариумы собрали по 15-20-30%. То есть сбор уже везде идет. Нам нельзя откладывать. Ольпёш, мы на прошлом заседании выходцев из села Копчат создали группу, которые выбрали руководителя. Давайте пусть они тоже активизуют работу. И вот эти ребята из Германии, то, что приезжают из Турции, это основная работа вот этого руководителя, наверное, и там рядом кто-то. Безусловно. Потому что мы туда посты малыми. Нет, безусловно. Они занимаются в интернет-пространстве, отслеживанием, кто принял участие. Там есть процедура, надо человека отблагодарить. И так далее. Они этим будут заниматься. И речь идет о том, что в 28-29-е мы организовали свои коллективы. То есть по маншингу. Принимается? Да. Уважаемые руководители, если у вас есть вопросы, пожалуйста. Я готов ответить. Салюту Суспану, если есть вопросы. Нет вопросов. То есть приму, что кто быстрее садоватся? Нет, значит, логика в чем? Есть график работы, реализации данного проекта. До 15 марта мы должны собрать деньги. С 15 марта объявляется тендер. То есть до мая месяца мы должны провести тендер по закупке техники. Определяется подрядчик. То есть кто будет реализовывать. Где будет куплена эта техника. Потом эта техника закупается. Мы должны завершить проект максимум. До дня села, до 1 сентября. Это предусмотрено в графике работы. То есть у нас в принципе в конце этого года у нас в селе уже может быть свой грейлер. И мы будем спокойны. И снег будем убирать уже сами. И свалки. И все, все, все. Это уже какая-то степень. А как будет организован сбор у тех жителей села, которые не работают в учреждениях? Получается опять за счет работы? Да. Давайте подумаем на эту тему. Значит, я... За счет работы? Есть такое... А не так учителя? На мячах. Да. Ворну как учителя. Да. Вот давайте мы допустим... Здесь будет подборный, а в слое не знаю как. Давайте мы сделаем... У нас есть практика, когда люди, которые ходят в магазины, да, ворну, допустим, собирали деньги. Мы же вкладываем, помогали нашим односельчанам в трудную минуту. Мы предложим нашим предпринимателям, барменам и так далее, да, кто имеет свой бизнес. Может быть, такие органы установить в каждом магазине и написать для чего. Нет, они ему... Это совсем... И совсем то, вернее. Да. Потому что помочь, который болеет, или помочь церкви, это другой вопрос. Ну, давайте думать вместе. Церкви от моего учреждения, по 100 минут, по 50 минут, а если для человека... Что-то нужно, он принципиально не там, и все. Я... Есть и такое. Ну, все понятно, но грейдер для всех будет работать. Ну, да. Поэтому как-то по-другому нужно. Надо... А здесь не заставишь никак. Здесь они... Понимаешь, что не заставишь. Я сама... Ну, знаю. Да, да. И нужно вместе с ним... Подборный вход обиды. Там можно что-то купить. А можно нужно уличные комитеты или как-то подборные. Вот сколько-то пусть стоит. Согласен, я согласен. Да, и вообще чего-то, по сколько-то, если у них работают... Сколько дворов, сколько людей. Человек, у нас 30 нет. В Германии, у нас будет больше, или дальше было. Правильно, входите в подборный. Объясните. На сайте ГУВЕРН24, на этой платформе. Советников, что выбирали? Видно? Вложили. Можно... На платформе ГУВЕРН24, там видно, кто голосовал, кто сколько вложил. Можно собрать уличные комитеты. Данная улица, вот улица Карла Макса, улица Сергея Лозова, вложила вот такую-то сумму. Одна улица увидит, сколько вложил, а другая улица тоже соберет. Вот так можно это все... Можно через... Даже, 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 даже через СМС-ку можно. Хорошо, я, если вы позволите, я не буду вас задерживать, потому что у вас у всех есть свои мероприятия. Еще я вас от... Сели дом годом, я знаю, что и в елке сейчас покоим. Значит, если вы не возражаете, я вам очень благодарен, что вы пришли, обсудили. И очень прошу, возьмите, пожалуйста... Я завершаю, я вас очень прошу, давайте вот так вот дружно, каждый руководитель во главе своего коллектива, Значит, без пятнадцати одиннадцать, да, в одиннадцати, если мы начинаем, то без пятнадцати, без десяти одиннадцать мы встречаемся в двадцать девятого в Доме культуры. Анну Николаевну попросим, чтобы она пошире открыла двери, чтобы она включила музыку. Вроде на десять, теперь на одиннадцать... На одиннадцать? На одиннадцать дали объявление, значит, без пятнадцати одиннадцать мы будем у вас. Включите на улицу музыку, поставьте колонки, чтобы это было празднично, шумно, чтобы мы собрали... Принимается такой войн? Всех, мы всех пригласили, кто-то сегодня не смог прийти, но мы с ними тоже, само собой, на эту тему говорим. В одиннадцать? В одиннадцать, в одиннадцать. Есть объявления и векарнатеи. В одиннадцать будет вот так вот. Хорошо, будьте здоровы, и в одиннадцать встречаемся после завтра. Спасибо вам большое.